Привет! У меня есть знакомая, знакомая семейная пара, двое, муж с женой, взрослые люди уже, сетевики. Знаю их очень давно. Встречаюсь с ними достаточно часто, регулярно. На примере этой семейной пары, хочу показать вам, как ведут себя некоторые люди в сетевом бизнесе. Я затрудняюсь сказать, в скольких компаниях эти люди имеют контракт. В 10, в 20, в 40 или в 50 компаниях. Не знаю. Но думаю, что цифры что-то в этом роде. Позитивные, полные энтузиазма, радостные, возбужденные любой новой возможностью, возбуждающиеся, быстро вспыхивающие, точно так же быстро остывающие. Удивительно. Я работал в 4 проектах за 16 лет. Во всех проектах они были, конечно же, моими дистрибьюторами. Стоит только клич кинуть, а не тут как тут. С удивлением воспринимают информацию, без разговоров записываются, сколько бы это ни стоило. Я знаю, что они в тяжелом финансовом положении, у них полно долгов. Но они всегда записываются в бизнес. Срьяно начинают, с огромной энергией начинают действовать, тут же не откладывая. И точно так же быстро прекращают заниматься этим бизнесом. Ничего плохого они никогда не говорят. Разочарования, недовольствия не высказывают. Просто идут по жизни дальше, ищут другую возможность. Иногда периодически они посещают меня дома. Звонят, очень профессионально звонят. Говорят о том, что у них есть для нас какой-то особый разговор. Надо переговорить. Я заранее знаю, что они будут предлагать какой-то бизнес. Но поскольку они люди свои, отказать я им не могу в контактах, в разговорах. Они приходят, и мы с женой выслушиваем их в течение достаточно долгого времени. И мне рассказывают о каком-то новом, удивительном бизнесе. О какой-то новой формуле стирального порошка. Или о каких-то удивительных еще вещах. О запахах каких-то, об иностранных языках. О инвестициях, об обучающих программах. О чем только я от них не услышал. Причем они рассказывают страстно, убежденно, вдохновенно, сыплют фактами. Как-то у них это все ловко получается. Они быстро осваивают все эти бизнесы. И совершенно не расстраиваются, не разочаровываются, если я говорю, ты знаешь, я же не могу. Я же работаю уже вот в этой компании, я больше никаких не работаю. Я всегда работаю только в одной компании. Не могу в двух. Ну как можно разорваться на две компании? И не могу одновременно думать о дистрибьюторах этой компании и дистрибьюторах этой компании. Надо определиться и работать. Ну бывает там ошибешься где-то, бывает не туда ступишь. Ну бывает, ну тогда ты определись и исправь ошибки, найди компанию, которая тебя устраивает, и уже работай до результата. Да, Олег Гриш, мы понимаем, но вы понимаете, а как вот это? А вот как вот это? И когда я отказываюсь, они говорят, хорошо, но у нас есть для вас хороший товар. И вот у нас есть еще одна компания, которая производит вот такие замечательные ножи. Может быть вы ножи у нас купите? Не хотите ножи купить? Ну тогда у нас вот есть вот мыло классное. Это мыло особая компания, здесь особый запах, здесь особые ингредиенты, здесь особые... И они без всякого разочарования, без всякого стеснения, без всяких комплексов предлагают продукты разной компании. У них всегда с собой заготовлены флайеры, какие-то листовки, какие-то брошюры. Они предлагают очистителям воздуха. И мы действительно у них напокупали много всего. И стиральный порошок, и очиститель воздуха, и значит этот самый... Да много всякой техники. Все это сетевые компании, фильтры разные. Зачем я это рассказываю? Времена поменялись. Раньше люди работали исключительно в одной компании. И компания очень четко и жестко следила за тем, чтобы люди не перебегали в другую. И все эти границы были строго охраняемы. Переход в другую компанию тайный означал, что тебя с позором изгонят. Сегодня времена поменяются. Границы размылись. Интернет, новые средства коммуникации, ситуация на рынке другая. Повсеместно все сетевики в массе своей. И поэтому многие действуют и там, и сям. Но я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вы никогда, никогда не найдете ни одного успешного дистрибьютора, партнера коньких компаний, который зарабатывал бы приличные деньги, несколько тысяч долларов хотя бы, и работал еще в какой-то другой компании. Если вы знаете человека, который будет работать в двух, в трех компаниях, в четырех, то знайте, этот человек весь в долгах, у него не растет структура, а если растет, то толку мало. Никто не запрещает. И люди пользуются этой возможностью работать в нескольких компаниях. Но это не приводит к результату. Как все в жизни требуют концентрации, так же и в нашем бизнесе. Выбери компанию, сконцентрировай усилия и работай в одном месте. Если ты будешь действовать по-другому, ничего у тебя не получится. Желаю тебе удачи. Подумай над этим. Спасибо.